Как правильно смонтировать фиброцементный сайдинг Кедрал Клик, поговорим сегодня в этом видеоролике. Меня зовут Павел Рыбаков, мы занимаемся кровельными и фасадными работами. Если вам интересна тема загородного строительства, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, как качественно построить себе дом. У фиброцементного сайдинга Кедрал есть два вида панелей. Обычный Кедрал и Кедрал Клик. Отличаются эти панели между собой тем, что Кедрал это просто доска длиной 3 метра 60 сантиметров на шириной 19 сантиметров, она напоминает обычную доску. А Кедрал Клик имеет такую же длину 3 метра 60 сантиметров, но по ширине он немного меньше 178 миллиметров. Отличается также он еще с замком, то есть у обычного Кедрала нет замка, он делается внахлёст, а Кедрал Клик он делается именно в замок. На этом объекте мы монтируем Кедрал Клик, поэтому собственно говоря его монтаж сегодня мы вам и будем показывать. Сзади меня находится каркасный дом, мы практически уже закончили монтаж сайдинга на этом участке, осталась только одна стена. На этой стене мы также практически уже сделали обрешетку, осталось установить пару досок. Прикручивать доски мы будем на желтые саморезы, доска у нас идет сухая строганная 100 на 20 с шагом 60 сантиметров. Сейчас мы докручиваем пару досок, установим стартовую планку и приступим уже непосредственно к монтажу самого сайдинга. По гвоздям конкретно мы определяем, где у нас идет каркас, видно, вот они гвозди. Сейчас каркасы примерно 60 сантиметров, соответственно в эти места мы и будем закручивать нашу вот эту сухую строганную доску. Что касается каркаса под сайдинг, его мы можем сделать либо деревянный, либо металлический. Если металлический, то производитель не рекомендует использовать профиля от гипсокартона, потому что они слишком тонкие и цинка, которая используется в профилях, недостаточно для того, чтобы он служил долго. Обычно профиля используют только для внутренних работ, но в принципе производители профилей также рекомендуют их не использовать на улице, а использовать внутри. Значит, у нас есть и металлическая, то специальная подсистема для вентилированных фасадов различных производителей. Что касается деревянной обрешетки, то мы рекомендуем использовать сухой строганый брусок, либо сухую строганную доску. Так как дом у нас здесь практически ровный, то здесь мы используем сухая строганая доска 100 на 20. Предварительно ее можно обработать антисептиком от всяких жучков, короедов, от того, чтобы доска не гнила. И, соответственно, устанавливаем мы ее шагом 60 сантиметров согласно инструкции по монтажу производителя. Монтаж обрешетки на этой стене мы закончили. Сейчас мы приступаем к монтажу стартовой планки и непосредственно к монтажу самого сайдинга. Стартовую планку мы обязательно должны выставить по уровню. Уровень мы можем делать либо лазерным нивелиром, либо гидроуровнем. Вот мы сделали одну отметку. На том краю стены мы сделали другую отметку. Дальше по этому уровню мы ставим нитку. И по ней уже будем выставлять стартовую планку. В следующем этапе мы приложили стартовую планку к этой нитке. И сейчас просто будем закручивать в нее саморезы. Если вам необходимо отрезать стартовую планку по длине, то мы ее режем обычной болгаркой, так как она алюминиевая, ржаветь точно не будет. Так же перед тем, как начинать монтировать сайдинг, мы должны помнить одну вещь. Это стык панелей. Стык панели происходит не внахлёст, не в замок, а просто панели стыкуются между собой. Значит, это что? Значит, мы под стык должны обязательно подставить доску, чтобы у нас была доска, потому что панели не могут стыковаться на весу. И также мы должны сразу определиться, будем ли мы устанавливать ЭПДМ-ленту, или мы будем каким-то образом, по-другому герметизировать эту стыковочную доску. Потому что между панелями по-любому есть какой-то небольшой зазор, соответственно, туда могут попадать осадки. Чтобы этого не происходило, у нас есть специальная либо ЭПДМ-лента, это такая резинка, которая устанавливается по всей длине. Если туда попадает вода, то эта резинка, получается, воду отводит. Она является как направляющая для воды. Но даже сам производитель говорит, что использование ЭПДМ-ленты не принципиально, поэтому некоторые клиенты прогладывают либо просто гидроизоляционную пленку, либо просто красит доску в цвет фиброцементного сайдинга, чтобы этот стык не выделялся и не было видно каких-либо зазоров. На данном объекте мы с клиентом определили, что мы доску будем красить, поэтому сейчас мы покажем вам этот участок, мы его прокрасим, и, соответственно, уже будет там у нас происходить стык. Вот эта доска у нас будет стыковочная, вот этим карандашом отметка, это как раз то место, где у нас будет происходить стык, и мы сейчас вот покажем вам, как мы красим. У нас, значит, цвет кедрала С32, и вот мы эту доску красим вот таким вот образом. Просто берем кисточку, красим. На этой стене у нас будет два участка, поэтому мы красим две доски. Вот эта доска и ту, которую уже покрасили. Чтобы вам было понятно, как доска фиброцементного сайдинга держится в стартовую, то я вот тут с торца подошел, вот этот зубик, видите, он одевается в направляющую, и таким образом, если мы будем влево-вправо ее дергать снизу, то она будет зафиксирована. Задвигай. Крепить кедра мы будем вот такими вот клеймерами. Специальная фирменная коробка, в ней 250 клеймеров и саморезов. Саморезы идут вот в таком пакете. Саморезы у нас идут из нержавейки под биту Торекс. Также в комплекте идет специальная бита, для того, чтобы нам не надо было где-то ее искать. Бита Торекс, вот. И мы спокойно можем этой битой закручивать саморезы. И вот такой вот клеймер. Каждой доске мы вставляем клеймера. Доска у нас идет шагом 60 см, как я уже говорил. Каждой доске мы устанавливаем клеймера и закручиваем. И закручиваем саморезы. Обратите внимание на клеймер. У него есть вот такие вот зубчики. У панели есть под эти зубчики прорезь. Этой прорезью панель заходит на зубчики. Она получается снизу зафиксирована. А сверху панель крепится таким же клеймером. Таким образом происходит фиксация панели кедрал-клик. Для распилки фиброцементного сайдинга, неважно это клик или не клик, мы используем три инструмента. Первый инструмент это вот такой вот станок для того, чтобы панель кедрала распускать вдоль. Это обычный плиточный станок. Здесь обычный победитовый диск. Соответственно мы пускаем панель и распускаем таким образом доску. Второй инструмент это обычная болгарка с диском с победитовым. И это какие-то труднодоступные места или небольшие участки. Мы используем просто болгарку. Соответственно обрезаем кедрал обычной болгаркой. И третий инструмент это торцовочная пила. Нюанс у нее идет специальный диск для фиброцементного сайдинга. У нее такое же посадочное место 30 миллиметров. Поэтому он без проблем сюда подходит. Здесь у нас в данном случае диск идет общий его диаметр 190 миллиметров. Вот. Соответственно сейчас этими инструментами мы покажем как можно обрезать кедрал. Первый инструмент это будем распускать доску на два участка. Выставили на станке упора и сейчас будем ее распускать. Получается вот такой вот ровный рез. Следующий вариант. Режем болгаркой. Значит нам под окно нужно вырезать вот такой вот участок, который отмеченный карандашом. Эти участки конечно никаким инструментом не подлезть. Никаким инструментом специального не подойти. Вот. Соответственно все это мы и режем болгаркой. Давай. Так же после того как мы делаем вот такие вот вырезы. Мы видим что панель у нас пыльная. Ее обязательно нужно протереть специальной тряпкой ветощью. И третий инструмент который у нас остается это торцовочная пила. Ей удобно распиливать какие-то поперечные резы. Особенно если они под углом. Вот сейчас мы покажем как это сделать. Друзья как вы видите распилка фиброцементного сайдинга это пыльная работа. Поэтому заранее мы должны определить место где будем выполнять данное мероприятие. Вот таким вот несложным образом происходит монтаж фиброцементного сайдинга кедрал клик. У данного варианта кедрала еще есть ряд комплектующих. Которые к сожалению на этом объекте мы не используем. Но в дальнейших видеороликах мы обязательно покажем и расскажем о этих комплектующих. И обязательно покажем как их нужно монтировать. Если вам понравилось данное видео. То обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Потому что в следующих видеороликах мы будем показывать и рассказывать о том. Как качественно построить себе загородный дом. Всем пока.